Добрый день! Сейчас я расскажу про язык вращения для кубика Рубика, в общем не только 3х3, но и 2х2, 5х5, 7х7 и так далее. Язык вращения нужен для того, чтобы читать или записывать алгоритмы, а еще чтобы правильно перемешивать кубик. Правильное перемешивание называют скрамблинг, по скрамблам собирают на соревнованиях, ну а также те, кто тренируется собирать на скорость. Сначала я покажу наиболее часто используемые движения, которые необходимы в том числе и для скрамблинга, а потом уже не такие популярные. Сразу оговорюсь, что правильно перемешивать куб нужно вот из такого положения, где белая грань сверху, зеленая грань перед нами. Если расцветка кубика не стандартная, то сверху нужно взять самый светлый цвет, спереди самый темный. Но сейчас все уже кубики в основном стандартные расцветки, поэтому белый сверху, зеленый перед собой. У кубика Рубика шесть граней и шесть букв, которые обозначают каждую грань. Движение правой грани обозначается буквой R – right, левой грани L – left, верхней буквой U или U – up, нижней D – down, передняя грань F – front и задняя грань B – back. Если написано просто буква F – это движение передней грани по часовой стрелке. Движение в обратную сторону будет обозначаться F'. Напомню, что часы ходят вот так, в эту сторону. F – по часовой, F' против часовой. Если написано F2, то мы вращаем переднюю грань два раза. Причем неважно в какую сторону. F2 повернули и также F2 в обратную сторону. Неважно в какую сторону вращать, но иногда в алгоритмах можно увидеть штрих, который показывает, в какую сторону вращать удобнее при выполнении именно этого алгоритма. Но при перемешивании и в общем случае неважно. F2, F2. Если мы возьмем грань верхнюю, вот эту, то движение U по часовой стрелке выглядит вот так. U' – вот так. Если мы обратим грань к себе, то как раз тоже получится по часовой стрелке U против часовой U'. Ну а двойное движение, неважно в какую сторону, U2. У2 – правая грань R по часовой стрелке. Если мы посмотрим, вот так по часовой. Получается от себя R на себя R'. Двойное движение, неважно в какую сторону, R2. Левая грань L по часовой стрелке. Вот так. L против L'. Если смотрим отсюда, L, L'. Кажется, что в другую сторону относительно правой грани, но именно по часовой стрелке будет вот так. На себя L, от себя L'. Правая грань, от себя R, на себя R'. Если делаем движение левой гранью дважды, L2. Ну и в другую сторону, тоже L2. Нижняя грань – движение D. Если мы посмотрим на нее, то D – это вот так, по часовой, D' – обратно. Если смотреть из этой проекции, то верхняя была U''. Нижняя, в другую сторону, если отсюда смотреть, D, D'. Но на самом деле это тоже по часовой стрелке, D и против D'. Двойное движение, неважно в какую сторону, это D2. Остается задняя грань, back. Если мы вот так вот перехватим куб, то движение B по часовой, B' в обратную сторону. Но из такого положения B выглядит вот так, B' – вот так. Если сравнивать с передней гранью, F – так, F' – вот так. Здесь, в другую сторону, B – B'. Ну, на самом деле, тоже по часовой стрелке. B2 вращаем заднюю грань дважды. В одну сторону, либо в другую. Такой принцип обозначений приняли для того, чтобы у всех все было одинаково. И передав буквенную запись от одного человека другому, можно было воспроизвести нужный алгоритм. Для скрамблинга этих движений уже хватит. Но, если вы собираете вслепую, то там есть дополнительные движения двумя слоями. Те же самые буквы L, R, U, F, D, B. Если к ним добавить маленькую букву W, английскую, то получится движение двумя слоями. Букву W редко произносят именно так, чаще просто V. К примеру, RV, RV' – те же движения, но вместе со средним слоем, то есть двумя слоями. RV' – 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 RV' fv2, fv2, ну и задняя грань, bv, bv', bv2, bv2. Для скрамблинга этого будет достаточно. Для некоторых алгоритмов потребуется еще дополнительное обозначение. Во-первых, это перехваты. Если мы сделаем движение R, но не одной гранью, а всем кубиком, вот такое, это будет перехват x в обратную сторону, x', буква x маленькая. Перехват x, передняя грань становится верхней, x, x', ну и по аналогии, если сделать x2, кубик просто перевернется. И в другую сторону тоже x2. Если мы будем вращать в верхнюю грань, но не отдельно, а со всем кубиком, будет перехват y в обратную сторону, y', y2, двойной перехват, и опять y2. Если будем вращать переднюю грань, но не отдельно, а со всем кубиком, то это будет перехват z, обратно z', дважды z2, ну и в обратную сторону тоже z2. Помимо внешних граней, можно вращать внутренние. И наиболее часто движение обозначается буквой m. Это средний слой между левой и правой гранями. Движение вот такое, m, в обратную сторону, m', дважды, m2, в обратную сторону тоже, m2. Направление движения такое же, как у левой грани, m, m', m2. Но средняя грань есть еще вот такая. Это движение s, s', s2. Движение повторяется за передней гранью. Так у нас f, так s, s'. И еще более редкое движение, но нельзя о нем не упомянуть, это движение e. Вот эта грань, e, e', e2. Ну и в обратную сторону. Обозначения такие же, как у нижней грани. d, d', e, e'. Можно встретить еще старые обозначения маленькими буковками r, l, u, f, b, d. Эти значения были введены вместо r, v. То есть вот так вот. r маленькая, r маленькая штрих, r маленькая дважды. l маленькая, l маленькая штрих, l2. f маленькая, f маленькая штрих, f маленькая дважды. u маленькая, u маленькая штрих, u маленькая 2. d, d штрих, d2. Ну маленькая, конечно. И остается маленькая b, маленькая b штрих и дважды. Неважно в какую сторону. Сейчас такую запись уже редко используют. Я ее в принципе не применяю. Все, что было сказано выше, касается и кубика 2 на 2. Те же самые движения. r, r штрих, l, l штрих, u2 и так далее. Среднего слоя здесь нет, поэтому r, v, l, v не нужно. Но перехваты есть. x, x штрих, y, y штрих, z, z штрих. То есть все то же самое. Для кубика 4 на 4 ничего не меняется. Также r, r штрих, крайние грани, l, l штрих. r, v, r, v штрих. В скрамблах такие движения уже встречаются обязательно. u, v, u, v штрих, u, v2. Все то же самое. Но можно встретить в некоторых алгоритмах движения 3, r, v. Когда вращаем 3 слоя, то есть r, v и появляется цифра 3. Вот это он может было назвать и 2, v, но двоечку не пишут. Но если 3 слоя, то пишут 3, r, v. 3, r, v штрих, 3, r, v2. Ну и обратно. Можно встретить обозначение маленькими латинскими буквами движений среднего слоя. r, r штрих, l, l штрих. Иногда это используют для удобства, но это неофициальное обозначение. Но вместо того, чтобы писать r, v, r штрих, можно написать просто r маленькое. Для обозначения алгоритма паритета очень удобно. Для кубика 5 на 5 также может быть 3, r, v, r, v, r, штрих и так далее. Но при скрамблинге движение 3, r, v может только в слепой сборке быть задействовано, так как при этом перемещаются центры. Для более крупных кубиков можно встретить обозначение с большей цифрой. То есть вот стандартный 3, r, v, 3, r, v, штрих. То есть уже 4 слоя 5, r, v, 5, r, v, штрих. Ну а в кубике 8 на 8 это уже стандартный. То есть 4, r, v, 4, r, штрих. Или 4, v, дважды. Если взять 12 на 12, то движение 6, r, v, это уже обычное дело. И 6, r, штрих. Ну и вот кубик 17 на 17, на нем можно сделать, к примеру, движение 8, r, v. 8 отвечает за количество слоев, которые справа. Вот такой вот нехитрый язык вращения для кубиков любого размера, универсальный. На нем можно записывать алгоритмы, и при помощи этого языка вращений можно перемешивать головоломки на соревнованиях и для тренировки скоростной сборки. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом у меня все. Всем спасибо. Всем пока.